Сейчас мы, наверное, начнем потихонечку. Вообще, это освещение дочерства, такое мистическое таинство. Можно в это верить. При помощи нашего материалистичного рассудка ничего не понятно. Как бы мы там это не знали, какой бы мы подходили, по тактике микроскопа мы нас с вами не изучали, не рассматривали, мы не сможем ничего понять, потому что тут есть мера веры. По милости наших учителей, нашей духовной семьи и нашей гуру арги Рубанога Самбрадай, по милости Бхатты Судхиры Махарадай, по милости Бхатты Маману Атхут Махарадай, по милости Бхатты Ракшат Четгарды Гасваги Махарадай, по милости Бхатты Судхиры Гасваги Махарадай, по милости всех Бхатты Рубанога Самбрадай, сегодня это будет происходить с таинством. Сегодня некоторые души могут принять, открыть свое сердце для духовной жизни. Поэтому вот этот банджан, в случае у нас такого очень наглядно показывает, что мы сколько бы, как нам казалось, чтобы жизнь материальная сладка, сколько бы мы не искали счастья, мы все равно, что будем желать, что будем донести, но как он тут пишет, мы будем наслаждаться своей кровью, попадать в Махарадай, по милости Бхатты Махарадай, по милости Бхатты Махарадай, они нас увидели, понимаете, как люди, которые хищали, вот так сказать, а в этом идеальном жизни искали счастье, но по милости Бхаттшнавов, они нам как бы перекрыли глаз, глаза, надели нас в концидентном видении, Мамадьяна Тимиранна Сия, и нам же наш Бхаттаря, и со временем наши глаза сможет чем-то, это самое любви, чтобы мы могли видеть, понимать, что не помогая за свою интелекцию и комитонностью, мы могли понимать нечто большее в том внутри, чтобы мы могли извлечь суть, и эксплуатировать суть из всего, да, в самом деле он не может быть. Поэтому те, кто достиг совершенства, наши отчаяния не достигнут, они достигнут сверхсовершенства, и многие из них фаршады, которые нисходят в этот материальный мир с духовной реальностью, чтобы учить нас своим собственным миром. Эй, нас милостиво, что берут за руку и говорят, пойдем, опять я научу читать, писать, читать и так далее. Ты будешь говорить, что нужно писать, может быть, стихи, антидико-цепиевичское сердце обидашься полностью, станешь Шаранагадавришнауом, ты можешь, что делать? Ты можешь, может быть, станешь игром, и для той трансцендент реальности. Только с уровня Шаранагадавришнау, постоянного покаяния, надо много понимать, что такое покаяние. Как говорят многие христианские монахи-схимики, говорят, во небес столько же грехов, столько... на дне... на сколько... на сколько... столько же, говорят, пропитан грехами. Для чего так монахи так считают? Они не просто говорят красивые слова, допустим, для того, чтобы произвести на кого-то впечатление, они внутренне начинают так считать, понимаете? Поэтому, чтобы никогда... что... не запасть... а... прелесть, как днись. Кого не возомнили себе? Ну, я тут такой жилтой, у меня тут... я уже химик, монах, капиталис, как я делал. Так... Чёрным хлебом... вот когда бездорожный пыль, вил водой из-под крана, чтобы не возомнили себе ничего больше. Всегда. Укаяние шаранавиды. А чего начинается шаранавиды? На поздино-духовной жизни. В протяжении всего невероятного. Люди не обращаются. Украины. 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 Шаранавиды. Украины. 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 Если мы не будем поднимать своего якоря, можно сказать, сколько бы вы мне девались, скорее всего, так что... Сколько бы мы лет ни перебирали всё-таки, если мы не поднимаем якоря, но мы за всю жизнь стали на лодке, если у нас один якорь, второй, четвертый, пятый, десятый... Якорей много, то сколько мы будем усилий? Можем делать очень множество усилий на физическом плане. Мы с вами дадим, я говорю, кто никогда не предупредил вам? Я говорю, какая на реальной жизни? Поэтому мы должны попытаться уметь ещё, когда услышать, кто хочет реальный духовный перемен, чтобы наше сердце стало не просто, знаете, сердцем скрытого эгоиста, а чтобы наше сердце стало действительно, понимаете, сердцем реально наполнилось состраданием любовных людей. Себе, дорогому, не поемлюсь, а любовных людей, а даже не поудараться, станет штабом, а не поемлем всех, не поемлемых людей. Поэтому я могу вас... И потом что? Принять всё благоприятное, как на парусах, как на потоке воздуха, и подруливая, в верном направлении, иногда не будет туда, с вами нечислить, но я нечислить, как наше сердце, чтобы наконец идти к пониманию удовольствия – я твой, я твой, а ты молод, я хочу жить для твоего на детстве, ты всё для меня. Девец, маль, как пишут, моя семья, я хочу быть. Войти в твою семью, сердце твоих, рядом у них. Когда-нибудь. Мы у всех по-разному произойдём. И каждый нам нужно пройти свой отрезок пути. Кому-то понадобится 10 лет, кому-то 20 лет, кому-то 100 лет, постижение истины. Суприти. Суприти является тем, что человек Георгий приводит вас в своё виновь. Кто? Искренних искателей истины, что должны раз и навсегда открыть своё сердце. Как девушка должна раз и навсегда замуж, раз и навсегда, не по-другому. В физическом времени было так. Но мы сейчас, распространяя медичную культуру, это будет рождаться, может быть, по второму, третьему, четвёртому, пятому поколению преданных. Девушки будут настолько преданы своим мужьям, и будет рождаться здоровое потомство. Дети будут жданные. А когда дети жданные, то что? Они получают любовь и заботу. сердцем. Никогда ей там нет, если там живём. Да, и всё, любовь и заботы сердца не порочит, и что тогда он не будет. И так же, если они будут следовать молоку матери и свидетельствовать, о расставлении и священном Писании. Даже находясь подроби матери, они могут слышать, как муж с женой беседует о темах харикархии, как они прославляют Господа, как они пытаются жить на удовлетворении Благодарства. Год должен проявиться кто-то. Он знал все его жизни первого воплощения, начиная с первого воплощения. Помните? «Самечательная история» «Замечательная история» «Замечательная история» А вот там гости стоят, ступочки дай мне. Проколите, пожалуйста. «Но могут ступочить это, что они не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, а не надо. Хороший, хорошо сказал о том, что, прежде чем родиться, нужно быть зачарщен. Вот. Я думаю, такой процесс очень приятный, зачинать детей. Это мы многие в нем участвовали, но мало кто знает, что детей надо еще и воспитывать. Я мечтаю как начать детей в санте. Да, я тогда не с вами жил, вахтин, Махараджи, и имя. Но они не знают, что процесс зачатия это всегда деятельность в веках побочески, когда суть. Также в духовной жизни есть всегда важный принцип духовной жизни это духовное зачатие и рождение. Что такое рождение духа? Вот. Зачатие происходит, это маленькое семечко святого имени попадает в благоприятную почву матери. Потом мать наношивает плод. И только потом уже рождается ребенок через определенное время. Так же и духовное посвящение. Маленькое семечко святого имени, молитва попадает в благоприятную святую. Благоприятная святая это что такое? Гуру, Гуру Кришне Хрошады Бай Гуру Кришне Хрошады Бай Милость Гуру Кришна преданное то что Гуру Кришне преданное не могут быть Бхак Тилат Биш семечко духовной жизни поэтому мы сейчас с вами только находимся в духовной зачатии понимаете да? мы еще даже и родились то есть когда у нас уродится в будке это уже в духове понимаете когда происходит зачатие в этом мире а рождение происходит в том мире но оно может произойти и скажем так на этом уровне если человек уже при жизни достигает глубокого понимания любви к Богу но как правило как правило мы понимаем что мы примерно миллиард жизней уже там к этому ушли и еще может быть на миллиард жизней идти поэтому не думайте что вы так в этой жизни прямо сейчас есть как Прохлад Махараш обратите внимание Прохлад Махараш он был в утроге Матери так Прохлад Махараш был в утроге Матери святым и вы задаете вопрос ему был Духон родился святым но если вы обратитесь к тем же священным писания то народу спросили а как ты стал святым вот Прохлад понятно он уже родился святым там вокруг него боги обошли то есть чтобы вы понимали там любой пионер родился и он стал прохладным охранным нет человек может с рождения обладать высшими духовными качествами но народу спросили как ты стал святым и народ им сказал это было многие-многие миллиарды жизней назад когда я родился сыном жубранец ну Рамыния можно сказать колхотниц моя мать поскольку мой отец умер моя мать ничего любви мне дать не могла ну то есть мне не было ни денег ни образования и жил я вдовы поскольку я жил при Барине был сыном то есть колхотницей ну может быть доброботницей у которой ничего не было даже мужа не было который мог это защитить я был очень скромным спиренным ребенком ну то что там парень не мешает там мне хоть и все был очень скромным спиренным ребенком так получилось что однажды нашим директором пришли в улице они шли откуда-то там из Гималая в Южную Индию и поскольку мать была благочестивой женщиной она сказала сейчас идет сезон дождей четыре месяца кто знает что это сезон дождей в Азии у нас когда начинается сезон дождей выйдет мансун или в Тайвань они льют как из ветра сутки все дороги разломшие двигаться невозможно поэтому это время называется Турмаси четыре месяца и в это время йоги они уже не путешествуют а сидят на одном месте нужно переждать дождей но йоги на одном месте не сидят как бы типа пошел посиделаться по циклу сижу дома смотрю тебя нет они постоянно еще усиливают свою духовную практику вот сейчас начало Турмаси это они принимают ослезы посты усиливают духовную практику медитацию потому что уже куда-то идти нет смысла сами и он сказал так что эти мудрецы были очень милостивые они были все павцы все они обладали диким пониманием меданка то есть это не были какие-то вот пряженые там воранжевую одежду это были серьезные ребята мне посчастливилось слушать их разговоры лучше а главное кушать остатки пищи и они ко мне относились с любовью просто видно что я докладно мальчик сижу слушаю давали пищу как ну и хорошим детям всегда относились да весь ребенок сумасшедший бегает что-то играет на своей волне я сидел и слушал у нас тоже есть ребенок да кто-то как ребенок да он как бы вроде как ребенок кто он был в прошлой жизни мы не знаем у нас три года здесь живет ну не важно важно что он как бы уже в духовной среде посмотрим как если когда он вырастет все начинается когда гормоны заиграет посмотрим пока дети они все хорошие диктор тоже был в маленьком носилке но мы надеемся что только кто-то как и надо будет в духовной мечте потому что у него есть всегда и вот что произошло опять же мы дадим образование судьбоги вот общаясь с этими махаджанами народа он говорит я получился первым потом произошло так что моя мать была украшена змея и она умерла и пока там собрались соседи с криками ой реально понятно да я понял а уже мудрецы ушли вспомнишь что мудрецы рассказывали про гималайя про святые христа я понял что здесь нечего водить и господь меня освободил вы знаете такая же история была шикарно храд и иногда в писаниях описаны разные типы змей и оказывается змеи есть шатые красные по цвету по яду и скажут что некоторые змеи они смотрят змеи смерт в писаниях есть заговоры как он смеет их яд вот кто скажет что некоторые змеи это сама смерт 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 и это говорит о том что господь он благочестивый матери которая была без мужа он дал ей благодаря тому что ее сын святой будущем он дал ей мать моя лежит на постели ей 80 лет она не может перестать ничего не сказать она лежит так несколько лет поэтому это не самая простая потому что вы думали это здесь будет жить поэтому некоторые пожилые люди с радостью живут смерть не могут дождаться уже в конце концов пути меня забери вот но Кришна говорит в писании что своему приятному я даю легкую жизнь и легкую смерть это может быть просто мне кто-то спрашивает почему это погиб там в автомобилях это строй это только хорея я сам помню мы приехали чуть-то в аварии не попали я понял вот мы можем улететь с трассы и там ну точно смерть 30% на город и это хорея когда я был в Гималайф там вообще всю дорогу я только смелый и думал хорея 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 там смотришь там просто ну вот и волосы у него шипы там я вот за две недели путешествия по Гималаям вообще все священные писания прослушаю вот я говорю и а вы хи хи ха ха вот этот фильм путь Гималая который мы сняли знаете да у нас не всегда поехал в группу исполнцев Кришнейта все погибли на автобусе попали в пропуск поэтому это не смотрели наш фильм решили поехать в Гималайя а неправильно взяли водилы я потом понял на себя такую вещь мы тоже взяли не тех лошадей мы взяли ну по дешевке взяли обдолбанных этих обкуренных лошадников либо лошадей они угни лошади были ну для съемочного оборудования чтобы подниматься на на еще лошади не прыгнули вот ладно этих не жалко жалко камеры штатив полетен все и вот а для лошадей потому что ну нормальные продавники нормальные шерфы говорят он манит пищуру и они говорят пацаны мы за 500 но мы его запомнили решили сэкономить на парашют вот поэтому я понял как уверен что жизнь это серьезное восхождение на оборудовании на парашют на людях понимаете да если ты заедешь наверх понимаешь что это все серьезно и поэтому в духовной практике все то же самое это восхождение в другой мир понимаете это как шаг за шагом и народа он сказал это было много минуты жизни потом я ушел из дома я искал этого лица третий день не нашел нашел другие в одном месте я научился одной духовной практике в другом месте другой духовной практике в третьем месте третьей духовной практике я прошел все светились да посетил все правы так сначала я начал как мальчик есть такая фильм называется «Телинная Отечественная война» «День за днем» с самого начала войны вот там кейс на котел 200 тысяч пленных люди были в шоке от них не знают что делать но потом показан в 43-й год уже другие лица людей понимаете да у них уже другие лица они же по любому воюют они же не боятся они просто строят война с того же жизни это же духовная практика сначала человек в сентимент этого иллюзия это просто что это сентимент у меня а потом ты понимаешь это вся твоя жизнь это борьба со своими страстями чувствую иногда ты будешь проигрывать с ними неоднократно это не значит что ты проиграв себе скажешь все – испорт не для меня нет ты будешь опять подниматься опять вставать из дрема опять понимать кто ты есть на самом деле опять понимаешь что это вечная цель И когда я прокачался с ёлами, мне уже тогда было 15-16 лет, и я уже тогда понял, я уже 10 лет там, ну, прошло еще 20 лет моей духовной практики, и я уже оказался в Гималайи пещере. Я уже мог там чего угодно делать, левитировать, медитировать. Ну, моя главная цель была быть на своих господинах. И вот сконцентрировал свой ум на господине, вдруг я увидел его. Я вчера говорил на лекцию, можно увидеть божество, но ты видишь только скульптуру. А когда сердце очищено, тогда увидишь господа. И вот я увидел господа, но господь появился на одну секунду, и он настолько меня очаровал, и я единственное, что задал ему вопрос, почему ты их чесаешь. А господь говорил, я их чесаю, чтобы меня от суждения стало. Понимаете, да? В одной из жизни тебе Господь себя покажет, не перед того, чтобы перед тобой на нудочке танцевать, а что ты продолжил в тупой. Надо говорить, вот так я стал великим нутрицом, который путешествует через время и пространство. поэтому для меня светает духовный мир, как для вас, как магазин за классный. Понимаете, да? Ну, это было миллионы жизней назад. Если вы не готовы миллионы жизней посетить этому, тогда это вспомнил для вас. когда ты ему говоришь, человек разочаровался в духовной жизни, но ушел, я говорю, слава богу. В этой жизни, значит, только столько, сколько он смог меня. Поэтому не думайте, что есть такое выражение, в рай я хочу, но грехи не пускать. Не думайте, что человек прямо в одной жизни, он может действовать и люди, которые могут за одну жизнь. Ну, например, Амал. Он и она домой пришли как-то жарит. Она домой осталась, а он пошел в мир. Ну, теперь наелся в мир. Ну, он сказал, что наелся в мир уже 25-30 лет. В дети выросли. Если жена уже стала некрасивой. Толстая, некрасивая, еще детей не хочет. Тогда, конечно, ты говоришь, Кришна, я же забыл в тебе. Возьми меня. То есть возьми меня. Я вот готов умереть. Правда, у меня уже нет силы, здоровья и денег. Но когда были силы, здоровья и деньги, на что мы их тратим? На чувственное наслаждение, на свою горденью. Но это какова причина, понимаете, ребята? Такова причина. И если Кришна у нас отнял что-то, это отсюда только стоит. Поэтому если Кришна… А он мог еще миллионы жизни. То есть это Кришна быстро отпустил еще, понимаете? Кришна же может тебя по быстрой программе провести, а может по медленнее. Медленная программа – это полное затверение, полное маутие. Миллионы жизни. А можно по-блюстрому программе в этой жизни. А его сюда, а его на вернулся. Харикул, я на вернулся. Такие тоже случаи редко бывают. Поэтому не думайте, что ваша вот там прямо духовная жизнь закончилась сегодня. На этом не думайте. Ну я посвящил посвящение, все, я теперь могу расслабиться. Типа, где будет карганить, когда вы хотите. Понимаете, да? Это как примерно, понимаете, ты попал в школу бокса, и боксировать будут с тобой как с грушей. Но если ты не научишься держать удар, я говорю, куда все объясняю. Я говорю, так себя нельзя вести. Все говорят, сдайте ее в сумасшедшем доме. Я говорю, так мы так в сумасшедшем доме. Я говорю, да, я в сумасшедшем доме. Но как в тюрьме есть камера для наказанных. А где у нас сумасшедший дом в сумасшедшем доме? Да, да, да. Ну там можно, конечно, мокрасами обидеть в вещей, никого это забить. Но ты никуда не денешься от себя. И поэтому поймите, что мы все, как мы находимся, в определенной псих-лечебнице. Тут здесь здорового вообще нет. Я еще ни одного духовного здорового в жизни не буду. Понимаете, да? И, может быть, я старший псих. Вы должны понять, что это зачатие – это не рождение еще. Это только начало. И если вы готовы родиться в дуги, тогда это спорт для вас. Но есть работа, выгоды же, и недоразуженные плоды, или скоростепность. Шестимесячных, пятимесячных Кришна не очень будет. Кришна будет так, чтобы было время. Это время определяет личность. Понимаете, да? Потому что всем нам нужно время. У нас есть хорошие ребята. Но мы не можем сделать из них вот так прямо с любви. Можно даже в одежду дать кому-то, да, еще дать какое-то положение. Но только служение и время, понимаете, да, сделает этот плод спел. А в Шамадвага, как говорится, плод укушенной попугаем становится еще очень слаще. Это говорит о том, что преданные раскрываются к соприкосновениям. Понимаете, надо сказать, что они преданные, он может не знать, а когда он с другим соприкосновится. Понимаете, вот хочешь понять, что такое преданность, подружись с преданной. И тебе определенные все расскажут. И все покажут. А сам ты уже, как сказал Кришна, предвитательное решение. Понимаете, да? То, что девочка не доехала, это хорошо. Знаете, почему? Потому что зачатие – это тоже определенная вера. Понимаете, да? То есть это тоже не так просто. Мы со всеми не начинаем. Надо дверять друг друга. А развитие – это еще более сложно, чем зачатие. А рождение – это вообще результат развития. Поэтому, чтобы вы понимали, у вас есть возможность отказаться даже сейчас. Что вы понимаете, да, вы подписываетесь под очень сложную ситуацию жизненную. Вам придется очень многое, что ранит духовность и пожертвует. Ну, то, что может вам казаться очень ценно. Это верно. Но, как бы, вы должны понять, что вы решили не трансфордаться, вы решили служить. И пока у вас не будет никакого служения, обманная молитва не будет. Понимаете, да? Потому что молитва высочайшая, она будет больше, чем служение. Потому что, если ты не готов будет тарелки или давно убирать, то ты готов будешь для Кришны молитву разбираться. Серьезно. Только служение делает качество. И только еще искреннее служение. Ты хочешь, чтобы тебе это служение заплатили внимание, тебя там приняли в кубики близких преданных. Знаешь, это… Значит, ты хочешь свое служение получить что-то ощутимое. Весь и сейчас. Обратите внимание. Те, кто реально служат, у них нет времени выходить в кубики и выписываться с ними. Это говорил Галид Махараш. Я всегда служил. Все белые переговорили Шиддхар Махараш, я всегда служил. Но все, что Шиддхар Махараш говорил, вошло в мое сердце, потому что я служил. Чи Джани, 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 Джани. Поскольку Махараш не читал, четверо. Вот. Война и мечет, когда был у них. это идеально просто внимательно слушаешь вибрацию махмада что там Вот этот палец не участвует, из него выходит негативная энергия. Вот эти два пальца, вот это мудро называется. Чёрт тихо, ты касаешься Турси и воспеваешь святую имя. Воспевать нужно не хрестанно. Мантра должна воспеваться 24 часа, когда ты спишь. Но на чёртах минимум 4 года. А вообще, старайся повторять мантру и слушать, но нужно воспевать её без оскорблений. Есть оскорбления святую имя, книгу почитаешь. У нас есть инвестиционные книги, да. Помню. Теперь в основном, да, очень внимательно прочтите, либо о оскорблении, либо о слабе святого имя. В сегодняшний день он поступает в духовне всех бедных. Как тебя зовут Тиру? Валентина. Валентина. Будем тебя узнать, как Вринда Дэвид. Вринда – это богиня Вриндама. Вринда Райна. Вринда Дэвид 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 Д священник и оставить у вас может быть, например, Дикшигура Авадура Махарача, Шихрам Махарач, Гавита Махарач все ваши Шихигура и Харам Гуру и Махарач это идеально и благословение на долгую жизнь, духовную долгую жизнь физическая жизнь не имеет никакого смысла Баопап тоже живет 2000 лет но на него только все но и то при этом он тебе дает бесплатно а ты знаешь, как откуда Баопап Баньян живет 5000 лет Амион Гитаро получил, умер за Рамачандру и за это его предки получили орлы, долго живут Дерево Пипи и Дерево Баньян получило благословение от Ситри за то, что они дарили тень Сит Раме когда говорят и Сита сказала, будешь долго жить 5000 лет поняла как? долго живут по благословениям они без собственного желания по собственному желанию долго живут только в Анкете то есть он все предприятия Врида Дерев Врида Деревия это богиня мы будем называть ее Врида по умению Врида Деревия а она будет в тебя Врида Деревия есть соответствия с наставлениями у вас на вот найди себе духовника то есть вот махарилу хорошо твоим духовникам кого-то из старших девушек как духовник, да, которые тебе скажут, как носить сария, как ставить его, как повторять мантру Вы тоже искали? А как махарилу хорошо? Нет Хорошо Надеюсь, махарилу хорошо Надеюсь Надеюсь, я уже хорошо рассказал немножко об открытии святого линия Поэтому постепенно можно начинать с большой бусинку и доходя на другую бусинку – это один круг И стараться нужно считать за раз Родину утром, то есть есть возможность утром пораньше встать на часок и дольше встать Четыре круга, да И по возможности, если у вас будет больше времени Не стараться Не просто о чем-то там гонять Какие-то мысли по кругу Когда она о чем-то выдумывает Жать щуточки И... Ну, очень важно, знаете, что когда вы повторяете мантру И не собираете мантру Не будет У нас у многих слов не стоит Слышать Он скажет Когда здесь Повторяйте и слушайте Это не просто Вольфович Очень просто Повторяйте и слушайте Ну, кто практикует лет двадцать-треть Он скажет Да, да, повторяйте и слушайте Это не просто Поэтому повторение святого имени Это совершенственно И его достигание Для нас важнее, что Общение и служение Чем повторяйте святых днём Поэтому Кришна даст Бабушка Махараш Ученик Расвадия Дакура Он имел пристрастие к этой цепени Постоянно Но Когда человек Расвадия Махараш В будущих взяли Он написал письмо Расвадия Дакура Он сказал Можно ли я его за действием В служении В открывающемся храме В проповеди Потому что он квалифицирован Он что сказал Да, когда такой раз Подлинным другом для него Потому что Тебя не называют Кришна Машилом Просто сидеть Жургать в барриканке И повторять святые имени Если ты будешь владеть В служении Он будешь делать Самым лучшим другом Надо сказать Что сам Сан Саввадия Дакурба Определенную часть своей жизни Принял обед Повторять Триста тысяч святых времен А во время Чатурмасси Он даже не питался руками Где такой обед И за спину Он ел Как С полом Чтобы Не Асклаждаться едой Но при этом он сказал Время Останавливается Для тех Как желаем Прогресса Не просто сидеть Нам нужно Приезжать Чертые И достаточно Совершать Алим Освежение Общение Общение И служение Общение И служение Можно По другим И При тем Как повторять Святое имя Время 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 И Время Время И И Мы Даем Аминя Благословению Нашего И виражи. Сколько там не виражей? Шесть. Они все будут сомневаться. Все вносим, я попросил. Так вот. А ваш народ? Име будет Анастасия. Ананья Бакти Дайдааси. И... ЖАЛАНИ! Ананья Бакти значит безграничная древность. ЖАЛАНИ! ПОЕТ НЕМИ! ЖАЛАНИ! ЖАЛАНИ! Махаадаши печи! ПОЕТ НЕМИ! ЖАЛАНИ. Есть такая история, называется Санкши Гопал. Санкши Гопал – это интересное то жество, которое является... Как бы пропал сидит. Господь сидит здесь, извините. Так, вот, хорошо. Да. Начинает большие гусени, маленькие, вот это сумерок, пересекающие. Туда-обратно, туда-обратно, где-то ранее все покажут, расскажут. Этот палец не участвует, что идет вроде негативной. Пальцы могут пытаться пересекать. Остальные пальцы участвуют, главное, два пальца. А ежедневно ты должна воспевать святую имя, киртание, садах. Даже во сне. Поэтому, если хочешь прокачаться, ты должна ежедневно будет длить себе время для молитвы. Поэтому, смотри, у нас в обществе много женщин, очень талантливых, которые очень многое сделали для нашей миссии. И построили граммы, и пожертвовали вот это все, потому что ты понимал команды, как нам женщина сделала. Одни девчонки, так сказать, нашли деньги, другие нашли здания. Опять же, под руководством гуру – большой народ. Но в нашей традиции специфические мантру передаются не яси мужчины. Потому что у нас есть второе посвящение, гайки и мантру. Но были и гуру – женщины тоже. Но женщин, очень много лидеров. Главная позиция нашей традиции – это не тихший гуру. Это шикший гуру, тихший гуру. Я один, а шикший гуру – это вся пара, все учителя, вся как бы, можно сказать, вся вселенная. Поэтому мы пришли в духовную семью. У нас много гуру. Но есть тот гуру, кто дал мне посвящение, кто дал мне четкие. Это мой дикший гуру. То есть мой гуру – вер. Но есть еще другие, учителя, и старше, вредный тоже мой гуру. То есть, понимаете, шла куда, даже не пошла, пошла сам. А ранее, если верная вера, она с тобой верой поделилась. Вера – это самая цельная. А вот, может, веры не хватило доехать. Потому что у меня денег хватило делать. Отличный вопрос веры. Когда есть вера, денег не находится. Можно и автостопом доехать. Кто скажет, ну, у меня не хватило времени. Когда есть вера, и время тоже находится. Откладываешь какие-то дела. Но это не так просто, это не критика. Понимаешь, каждого свое время. Вот сейчас твое время настало. И сколько ты в этой жизни сможешь сделать духовную прогрессию, за это исключительно от тебя? Понимаешь, да? Ты можешь сделать один шаг, одну тысячу шагов. Прилично, как и так, сделать бесконечный шаг навстречу. Поэтому, когда я спрашиваю, сколько у вас учеников, он сказал, четко я дал очень многим. Сколько было Христа, сколько было Христа, все слушали. А потом Христос сказал своим ученикам, ребята, вы меня сдадите, вы не переживайте. Сначала сдадите, а потом вы все жизнь переживали. И вот те, кто сдали Христа, они все жизнь переживали. И уже повесился. Но это не только этот вариант. А остальные поняли, да, мы предали учитывая, но мы должны искупить это. Служение. Понимаете, да, почему мы говорим? Мы говорим, конечно, честное служение. Служение – это суть нашей жизни. Мужу мы служим детям, служим стране, служим себе. Служение, служение, служение. Но мы говорим, когда служишь Хришне, а служишь себе. Джарджу Макарша. Да. Так, тебя отберу. Саша. 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 У нас Харьков не был самым таким прокачанным городом, пока мы приехали, а ранее не открыла йога-центр, она получила только благословение от речи, и до сих пор тянет это сама, нашла спонсоров, помощников. И поэтому поддерживайте ее, поддерживайте наш Центр, духовную программу, наш Центр у нас все духовное, мы не занимались только скульптурой, скульптурой так, на уровне, кому нужно поправить горбатую спину, а кто понимает, что горбатая спина, это даже лучше, потому что с горбатой спиной это крылья спиной, понимаете, поэтому там качели, карусели, а кто ее паритой, это так, это замануха, это скульптурой, она настоящая йогольт в сердце этой любви. Поэтому идти по этому, кстати, сюда представить своей духовной красотой. Для Господь дал две красоты, он запомнил, красивых женщин много, а духовных красивых женщин очень мало. Поэтому развей себе влюбленную красоту или будешь светиться. А красивые, не помню, красивые женщины полно в Инстаграме ныне себе, как хуклы. Можно даже меня много загребровать. Современный фотошоп творит чудеса. А в России это знаете, да? Поэтому надо искать не какую-то саду, которая внешне привлекает, а привлекать своим богатым сердцем. И мы верим, что это такое сердце, мы верим, что пришло, что если быть, а это на джангу Махарашки, джангу Махарашки, джангу Махарашки. Мы начинаем с большого божья, доходим до другого, да? Махарашки, джангу Махарашки, джангу Махарашки, джангу Махарашки, через город Шамеру, через Кришну мы не переступаем. Мы пытаемся с Атлами, на норме, жить для Его творения и счастья. Пить не своего, чтобы не было. Звук 그�ерши Ре Кришна Кришна, Ре Рама, Ре Рама, 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 Рама… Ре-Кришна, 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 Ре-Ре, Ре-Рам, Ре-Рам, Ре-Рам. И как мы уже говорили, четыре круга за раз, если есть возможность, она нужна. И потом большую часть времени, если вы с ним хотите стать послушником, чтобы быстрее трансформировать свое сердце, это самый быстрый путь трансформации сердца, помогать здесь, в нашем Гагида-Лэмпе. Через какое-то время вы можете вылететь из гнезда, но не сам, полететь и в том направлении, куда вы хотите, вы хотите по-настоящему практиковать духовную жизнь. Служений очень много. Мы будем, городов очень много, но в Украине, чтобы создавать намокаты и открывать центры, получив базовое тайное понимание. У Украины вообще, гороскоп, как у Индии, духовную церковь, понимаете, что в Украине такое же родился в себе преды, как в политическом параде, если ты видишь духовную практику, это все издавляет, что в политическом параде в себе, либо в себе преды. Как ты родился в себе преды. И это говорит о том, что, я думаю, это рождение, эти вещи поставили, что ты любишь, идешь по духовному индустрию, а в параде йога – это вечный процесс. И поэтому, возможно, после древних периодов души, твои духовные страхи. Возможно, опять же, это не значительно, что не было обычным, а что ты открываешь на свою жизнь, не знаю. И поэтому мы как бы надеемся, что ты сверху параде, и сверху аниши. Я отношу тебя к своему сыну, я с ним тоже сказал. Ты знаешь, ты, Антарий, где ты в штат, пошел в чистое, и стал, запомнись, но всегда нужно найти дуру из лицов, стал мастером. Можно находить, знаете, как человечество людей, высшее образование, они там, в духовке, в институте, в мае, в мае, в мае, сами работали, а он остается мастером, что я делал. Вот я тебе не представляю, что ты, за что ты не играл, ты стал мастером. Пытайся, как юбин, совершать все, а японцы не пустят на самом деле, все и ничего. Япония, он берет меч, и это становится, как бы, япония берет длинную чашку, и она раздается его вот так. Все, что ты делаешь, относись к сосудности, пониманиям, но главное понимание, что все это должно быть для предмета. Время, дорогой, хорошо, для меня. Да. Он всегда имя, что ты завёл. Чей. корич keeping... Яегда! Хали Кишна, Хали Кишnu, Кишну, Кишна, Кишна, Хали Хали. Хали Рам, Хали Рам, 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 Хали Рам, Хали Рам, кишна, Сkurven, прешня, прешня, прешня. Начинаешь, прешня, прешня, прешня. Затем, с каждой прешня ты распевай святую имя. Сюда возвращаешься и обратно, туда-обратно, туда-обратно. Ты постарайся распевать без оскорблений и сделай это часть своей сакханы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok